Вот это прямое общение, прямая передача знаний. Мне кажется, это вообще особенно актуально сейчас, когда кругом все ушли оффлайн, и не факт, что они из этого оффлайна вернутся. Во всяком случае, весь отряд точно не вернётся. Кто-то останется протезанить в этих лесах, мне кажется. Поэтому, мне кажется, очень интересно это всё сегодня обсудить, поговорить, что происходит во время прямых эфиров и что происходит в записи. Я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда люди просят, а запись будет, запись будет, и это прямо сейчас обязательно такое условие. При этом меня всегда, ну я не знаю, как у других, у меня ситуация достаточно стандартная всё время. У меня весь комп залит записями, ссылками забито, я уже даже туда не смотрю и не захожу. И я крайне редко, бывает так, что я это смотрю в записи, что бы то ни было. При этом я знаю, что это очень важный контент, важная информация, нужная. Но одно дело онлайн и совсем другое дело офф. Вот Сонг, что вы думаете по этому поводу? Что здесь говорит наука? Как раз по этому поводу наука, наверное, не очень много чего говорит. Она молчит. Ну, по крайней мере, традиционная, современная наука об этом, может, не совсем всё и знает даже. Дело в том, что мы с точки зрения науки сейчас занимаемся, исследуем только физического мира, скажем так, физического, физической материи, физической энергии, физического даже, я бы сказал, сознания. И этим, собственно говоря, наука и ограничивается. Как только наука выходит за пределы физического, вот даже просто, скажем, коснёмся эмоционального, то наука уже здесь не знает, что сказать. Она пытается свести эмоции к физическим каким-то процессам. Там какие-то гормоны выделились, какие-то сигналы понеслись, какие-то участки мозга активизировались и так далее. Но если мы смотрим всё-таки на реальность, ну, с какой-то более, с одной стороны, широкой точки зрения, с другой стороны, дошли какие-то сведения и знания из прошлого, потому что, скажем так, существование, вся жизнь, она происходит волнами, она циклична. И поэтому, хотя некоторые полагают, что вот та цивилизация, которая сейчас существует, это единственное, чего человечество достигло. Но, с другой стороны, встречается достаточно много всяких артефактов, встречается много различных сведений, которые указывают на то, что это не первый цикл цивилизационный явно. И поэтому многие знания нам, как бы, в той или иной форме передаются по наследству. И в этих знаниях как раз говорится, что, например, эмоциональная материя, она имеет тоже право на существование, что ли, скажем. Есть физическая материя, есть эмоциональная материя, есть ментальная материя, есть материи еще более тонкие, все более и более и более тонкие. И когда мы смотрим на то, как описывается сотворение мира, то говорится о том, что, например, из более тонких материй возникает ментальная материя, потом из ментальной материи она агрегируется, образуется эмоциональная материя, из эмоциональной образуется эфирная материя. Ну, эфирная – это уже фактически физическая материя в самом тонком виде. И затем уже из эфира образуются все атомы, молекулы и так далее. То есть просто есть более тонкие материи, которые пока что за пределами обзора науки, потому что наука ограничивается и ограничивала сама себя тем, что она исследует феномены только физического мира. Поэтому, когда, например, наука сталкивается с феноменами какое-то состояние, которое человек испытал после клинической смерти, то науке это совершенно непонятно. То есть кажется, что человек все-таки не умер, а он еще здесь, ему показалось, что он умер, поэтому ему что-то там привиделось и так далее. Потому что это уже переход на другой уровень, другую тонкость, переход в эмоциональную, скажем, плоскость, в эмоциональные измерения, где все гораздо тоньше, например, а ментально еще тоньше. И хотя сейчас люди говорят, что мысль материальна, но обычно под этим подразумевают, что она материальна в физическом смысле, что есть некая физическая материя, которая соответствует мыслям. Но это не так. Есть, скажем так, ментальная материя, условно говоря. То есть каждый из уровней бытия имеет свою собственную материальную сторону. В зависимости от тонкости материи будут происходить так соответствующие энергетические процессы и будет соответствовать ей и, в общем-то говоря, сознанию. Если мы внимательно понаблюдаем даже за тем, что происходит на этой планете, то есть, например, мы смотрим на физический мир, чисто физический мир, то есть на минералы те же, они серьезно, но существенно отличаются от деревьев, например. Потому что у деревьев, например, есть эмоции. Эмоцию дерева, в принципе, чувствительные люди могут даже почувствовать. И, например, поэтому люди могут там, например, сбросить эмоции, когда пойдут в лес, прогуляешься в лесу, и всегда эмоционально что-то меняется. Если, конечно, лес не какой-то там уже совсем дремучий или какой-нибудь заколдованный, то обычно человеку становится лучше, когда он прошелся вот в лесу, просто потому, что там уже есть эмоциональная материя. И поэтому человек всегда почувствует такое облегчение. То же самое касается, например, и животных. У животных есть явные эмоции, и у них есть достаточно сильное эмоциональное поле. То есть, например, если собака агрессивная, то эта агрессия чувствуется, даже если она не скалится и не рычит, то есть прям чувствуешь, что там опасно. И наоборот, если собака ласковая такая, привязанная, ну вот добрая, это тоже чувствуется, то есть она создает такую силу притяжения. И это касается не только собак, это касается и птицы, это касается и у всех свои привязанности, потому что у всех есть, скажем, свои эмоции, и они не сводятся только к физическим процессам. Конечно же, у нас есть физические, допустим, соответствия этому, например, гормональная система, нервная система, которая доставляет эти эмоциональные сигналы в физическое тело, но нельзя сводить одно к другому. Это наподобие того, что, например, в компьютере есть, скажем, материальная часть, железо, так сказать, и есть токи, которые там крутятся, бегают, что-то делают. То есть мы же не можем сказать, что токи – это то же самое, что и железо, хотя они имеют друг с другом какую-то, соответственно, связь. И здесь точно так же, например, если мы говорим об эмоциях или каких-то других планах, то, конечно же, это что-то уже более тонкое, более связанное, но в то же время имеющее свое независимое существование. Особенно сейчас мы видим это даже на уровне, скажем, эфира, то есть, например, передача электромагнитных волн, вот, например, звук, я говорю сейчас, находясь в Сочи, а меня слышат, допустим, в Москве или где-то еще. И точно так же передается и эмоция. Например, если вы эмоционально с кем-то связаны, такие случаи очень часто описывались, например, во время войн, вот даже недавняя война отечественная, и это не фантазии, то есть, допустим, мать могла почувствовать, что ее там сын ранен или он погиб, например. Но это не только касается войны, то есть у людей есть эмоциональная связь и свои какие-то каналы связи, которые позволяют им знать и чувствовать, есть ли человек в беде или он несчастен. Если она, конечно, есть, бывает, что ее просто нет. И то же самое можно сказать и об эмоциональном, вернее, о ментальном плане. То есть не случайно же говорят, что идеи витают в воздухе. И интересно ведь, что в разных частях мира люди одновременно совершали одни и те же изобретения. Даже вот касающиеся там... Кто-то, конечно, может, чуть-чуть опередил, изобретая радио или электричество, но, в общем-то, когда человечество уже подходит к открытию чего-то, это происходит в разных местах одновременно, без всякой видимой физической связи или передачи информации в физической форме. То есть есть и ментальные свои проводники, и вы можете отметить, например, что к разным людям у вас будет разное чувство, которое не зависит от физической материи. Например, вы встречаете человека, вроде бы физический человек выглядит ровно, ни криво, ни косо, например, одет прилично, но что-то эмоциональное вы считываете. Это совершенно не обязательно будет напоминать вам что-то из вашей жизни. Вы сразу считываете что-то. Но вы считываете, кстати, не только эмоциональное. Люди уже более, может быть, по-своему развитые или чувствительные могут считать также и ментальное поле. Например, я говорю сейчас об этом не абстрактно, например, я уже давно в этом живу, и я постоянно нахожусь в эмоциональном контакте с многими людьми в разных точках мира. Раньше я особенностями много путешествовал, я много летал в разных континентах, и каждый год я навещал, допустим, 15 стран. И в моем сознании уже мир не умещался, что я живу в одном городе, вижу только своих, тех, кто меня окружает в одном месте. Я всегда думал о других людях или чувствовал их. Например, эмоциональная связь какая-то всегда срабатывала. И иногда люди даже удивлялись. Я, например, мог позвонить и спросить, все ли там в порядке, или наоборот. И человек говорит мне, например, что я только что о тебе думал, или откуда ты узнал, как ты мог почувствовать, что я как будто бы считал пространство и задавал соответствующие вопросы. Но это касается не только эмоционального, есть еще и некое такое ментальное поле. Вот, например, когда, я уже давно это заметил, что с одними людьми находишься в одном пространстве, и у тебя как будто бы проясняется голова. Ты соображаешь лучше, как-то вот решения приходят лучше. А с другими людьми немножко побудешь в одном пространстве, в каком-то взаимодействии. И бывает, что это даже так прицепится, что ты потом неделю ходишь весь какой-то мутный просто-напросто. То есть это в буквальном смысле слова как бы наше взаимодействие, которое мы не замечаем, потому что у нас это мы не учили, но это не значит, что этого нет. И поэтому, например, для меня это тоже не является никаким уже секретом, что я вот помню хорошо, как я слушал лекции своего учителя до того, как его встретил. И когда я его слушал вот в записи, это было еще там когда-то давно, вот в конце 80-х, в начале 90-х, кажется, вот я слушал записи, и я прям с удовольствием слушал, потому что мне казалось, что я чему-то учился, что ты получал какие-то объяснения. А потом я встретился с ним вживую, пошел на учение. И когда я сидел на учении, у меня было полное впечатление, что я уже все знаю. Ну, что-то слышал уже от него, что-то слышал от других. И поэтому ситуация как бы развернулась таким образом, что я просто после первого же дня учения я просто не пошел на следующий день, потому что я сказал себе, а, собственно говоря, зачем мне идти на это учение, если он не сказал мне ничего нового. То есть мне все ясно, и все, что он сказал, мне абсолютно ясно, и известно, и понятно, и все такое. Но через какое-то время, конечно, до меня дошло, что мне ясно было, пока я был в его поле. То есть учитель создал такое пространство ясности, в том числе ментальное, что я тоже вошел в это состояние, и поэтому у меня и не было вопросов, и все, что там возникало в этом пространстве, оно не казалось мне ни новым, ни даже поэтому интересным, потому что интересно было что-то новое услышать. И поэтому у меня возникла иллюзия, что я равен в уме своему учителю или сознанию своем. Через какое-то время, конечно, до меня дошло, что дело было не в том, что я такой же умный или знающий, а просто это было его ясность, это было его поле. Но я был достаточно уже готов, чтобы на это поле настроиться, и чтобы там произошло соответствующее понимание. Уже гораздо позже, например, в разных учениях говорится, что есть различные виды передачи знаний. И такой, скажем, обычный способ передачи знаний, он идет чисто информационно, то есть что-то логически выстраивается, можно книжку прочитать, можно просто послушать смысл слов сказанных. И вот когда я вспомнил потом, что я слушал лекции моего учителя до его встречи конкретно с ним, то почему они мне были интересны? Потому что я включался своим собственным ментальным, скажем, сознанием и пытался понять. То есть он не предоставлял пространство, в котором понимание возникло бы само. Мне приходилось додумываться, слушаться, размышлять, рассуждать. Это был такой интерактивный процесс. И когда, например, я вошел в его поле, то мне уже не нужно было этого делать. Это стало происходить спонтанно. И, например, говорится о том, что если говорить о каких-то традиционных формах передачи знаний, например, говорится, что если вам нужно получить определенные знания или вы хотите получить знания, например, с точки зрения практики каких-то мантр или каких-то практик связанных с мантрами, то есть со звуками, то обязательно вам нужно, что вам эти мантры передали и возникает вопрос почему бы нам если например я умею читать то есть по-тибетски там на санскрите мне достаточно их записать и тогда я сам будет прочитать но говорят что этого недостаточно или же например даже если я хорошо есть записи аудио например или видео достаточно ли послушать вот эту запись аудио или видео чтобы получить ну чтобы была функция там какой-то мантры и учителя объясняю что этого недостаточно потому что в момент передачи мантры идет передача то есть во-первых есть пространство поля которое связано с состоянием знания мастера и поэтому когда передается звук мы же его ловим как бы на своем уровне восприятия его всегда уменьшаем до своего собственного понимания и восприятия и поэтому мы все равно не слышим всего я даже вот иногда удивлялся насколько уже когда он занимаешь звуками например в течение многих лет несколько десятков лет я продолжаю иногда переслушивать или вслушиваться учения какие-то или мантры которые учитель произносил я каждый год их слышу по-новому и что-то еще новое для себя узнаю ну да можно сказать обычный процесс но ведь это все было с самого начала это означает что с самого начала я его как бы редуцировал я его уменьшил до своего собственного восприятия и наверняка я и сейчас это делаю просто я вижу гораздо больше но тем не менее именно в момент когда хотя я услышал как бы воспринял не так много на уровне ума я воспринял гораздо больше на уровне какой-то вот скажем так целостной энергии и поэтому достаточно было того что учитель который уже реализовал там какую-то мантру он ее прочитал в моем присутствии и поскольку он уже читает ее из состояния знания реализовав это то конечно же когда я слышу это независимо от того понимаю это достаточно ли понимаю ну конечно я не понимаю я не могу понимать что-то чего не реализовал до того как это реализую поэтому момент скажем передачи знаний скажем это что-то наподобие передачи семян что ли да то есть хотя мы обычно сводим все семена именно к физическому материальному физической материи то есть должны какие-то действительно семена которые можно потрогать которые чего-то весят место занимает но точно такие же семена посевается и на других уровнях например человек может послушать какую-то музыку которая исполняется настоящим мастером будь то пение будь то игры на каком-то инструменте если он присутствует вот в этом поле мастера который это делает то мастер буквальном смысле слова его изменяет либо сразу либо он тоже что-то посевает на эмоциональном уровне даже например и потом это семя она каким то образом прорастает потому что семя эмоционально прорастает в эмоциональный материи но не прорастает физической материи семи ментальная прорастает в ментальной материи, то есть у каждого свое поле, своя тонкость, своя, скажем, частота вибраций. И то же самое касается, например, то есть, например, если человек, вот сейчас много у нас так называемых учителей, некоторые претендуют на то, что они уже просветленные учителя, потому что могут складно говорить и вроде бы передавать информацию ту же, которую передавал какой-нибудь мастер. И, например, есть разница, понимаете, даже если мастер косноязычен, но он говорит из состояния знания, он его передает. Если человек говорит очень гладко, но говорит не из этого, а об этом, то передачи знания все равно не произойдет, потому что идет передача только ментальной информации, более или менее там, ну, красиво оформлена, подана и так далее. То есть, если человек находится в состоянии знаний и говорит о чем-то, то есть можно то же самое услышать. И там одно и то же, вот, например, если я что-то знаю о цигун, и я объясню этот цигун какими-то простыми словами, и кто-то может, допустим, выучить эти слова и повторить для другого человека, но если этот человек, выучив все слова, не реализовал цигун, передачи знаний не произойдет. Может быть, он даже его приукрасит, может быть, там красивую историю какую-то напишет, оформит, оденет соответствующие одежды, музыку подберет, антураж, сцену украсит. Ну, да, впечатление для эмоций будет, но ментальная передача не произойдет, и энергетическая передача тоже не произойдет, потому что ее просто там нет. Например, если человек не получил такой вот передачи, например, мантры, и потом он ее практикует, конечно, он что-то, может быть, реализует на каком-то своем уровне, может быть, у него есть какая-то связь с этой практикой, но в целом это наподобие того, как если человек хорошо может огородничать, то есть, например, будет пропалывать, окучивать, делать грядки, поливать. Но если, вы же знаете, если семя туда не посеять, то все это бесполезно, ничего оттуда не вырастет, кроме того, что уже было. И поэтому, когда идет речь, например, уже о передаче знаний, то вот это наличие той самой энергии, той самой тонкой-тонкой материи, которая уже есть в реализованном виде, она должна быть начальным фактом, является источником всего. И потом, когда эта энергия затем распространяется каким-то образом, проявляется, то происходит вот эта вот самая передача знаний. Я, правда, наверное, слишком сразу загнул в какие-то высшие материи, потому что мы же знаем, что это происходит не только на таком уровне. Например, если вы… Вот почему люди смотрят там тот же футбол в тот момент, когда именно он происходит, и совершенно другой эмоциональный накал считывается. То есть, можно же посмотреть, в принципе, в записи, почему люди не спят и смотрят, потому что любой чувствительный человек, он разницу эту ощутит. Ну, то есть, если он, конечно же, вообще отупел уже, ну, многие, к сожалению, отупевшие и анимевшие, но всегда есть разница, если это происходит. Вот точно так же, как, например, мы, ну, некоторые любят смотреть там парады всякие, можно же посмотреть в записи. Почему нужно смотреть именно вот в моменте? Потому что там есть живая энергия людей, которые это совершают. Дело не только в технике и не столько в технике, а именно дело в том сознании, которое сконцентрировано в этот момент и на что оно настроено. И поэтому, например, вот, ну, приходит в голову просто самый разный пример. Я, надеюсь, я понятно говорю сейчас, да, то есть, передача эмитциональная, эмоциональная, она имеет место. И теперь, если говорить немножко дальше, когда речь идет о каких-то более высоких учениях и так далее, то мы можем говорить о каких-то еще более тонких энергиях, более тонких материях. И, например, передача на уровне души, да, то есть, опять же, если у человека совершенно душа не пробуждена, он другого человека пробуждено и просто не почувствует. Ведь сколько людей, я знаю, встречались, например, с моим учителем, да, и вообще, ну, как бы, реакции никакой. Ну, там, дедушка какой-то там или, ну, да, азиат какой-то, к примеру. А кто-то, конечно же, уже способен это почувствовать и, конечно же, просто в таком, ну, остается сразу в таком впечатлении, да, там, в восхищении, в изумлении, что реально встречаешь человека с такой вот душой, с такой энергией, с таким состоянием сознания, например. И, ну, это переносится, конечно, люди уже могут как-то с этим это понимать на примере, например, вот прямых передач спортивных, всякие чемпионаты, да, там, олимпиады или что-то еще. Или, например, концерты и так далее. Ну, живое и мертвое, скажем так, да, потому что через 4 часа остается только ментальные следы, ментальные, эмоциональные, физические следы, и мы уже сами теперь должны своей энергией воспроизводить события. И да, она будет резонировать, да, мы можем взаимодействовать с этими следами, но уже нет живой энергии просто. Она прошла, все, все существует только в моменте. Люди, которые, например, знают, и вот когда я вел занятия онлайн, то те, кто уже чувствителен и понимает это, они, конечно же, предпочитают только в прямом эфире, да. Ну, то есть не в записи, потому что дело не только в том, что, с одной стороны, это потому что энергетический эффект, да, и некоторые на это тоже подвисают немножко, но дело не в этом. Просто в моменте, когда передаются слова в прямом эфире, если человек из состояния здания говорит, то на самом деле больше всего происходит между строк, больше всего происходит между слов, то есть поток жизни в виде знания того или иного уровня, он идет таким большим потоком, из которого мы буквально выхватываем ниточки своим собственным там ментальным сознанием. Но если мы открываемся, открываем сознание, открываем сердце, открываем там разум, то мы можем этот поток просто воспринять более широко. И как раз и хорошо, когда у нас нет каких-то ментальных зацепок, типа когда чемпионат какой-нибудь любимый, потому что в этот момент мы открываемся полностью, потому что мы тогда начинаем воспринимать на уровне души, а не преломляя ее через эмоции, через физику или что-то еще. Мне кажется, мы немножко углубились, потому что это было мнение, я немножко, не то чтобы не буду возражать, просто скажу, что это как бы мнение человека с одной стороны экрана, потому что мы смотрим вас как президент, и вы получаете от нас обратную связь. Если есть обратная связь, вы знаете, как я хотел бы уточнить эмоции с этой стороны экрана, потому что я когда начинал заниматься с вами в записи, я не общался, не было у меня онлайн, потом, когда пришел на онлайн, эффект, мне кажется, знаете в чем? Сопричастность, потому что, Ольга, вот у нас была дискуссия, вспомни, виниль, примерно то же самое здесь, здесь целый ритуал, это то же самое, как фильм с трехким паром, который идет по телевизору, во-первых, но вот здесь-то какой эффект, вот объясните мне, здесь какой может быть эффект, почему, блин, у меня лежит ирония судьбы на диске записанной, я никогда в жизни его не воткну и не поставлю, если что-то не случится из ряда вон, и когда его показывают по телевизору, я случайно там щелкаю, ну вот на этот Новый год я подключаю там специальный телевизор, чтобы смотреть, и я его тогда смотрю за революционной революции, и говорю, это просто это хорошо, что... Об этом же, об этом же Пелевин хорошо написал, потому что в этот момент 50 миллионов или 100 миллионов человек со знаний включены в этот фильм, то есть наступает такой резонанс, резонанс, ты принадлежишь к огромному сообществу, так включился своей капелькой там, а тут целый океан бушует, во-вторых, когда онлайн занимаешься, например, наши занятия основами, да вот, кстати, интересно, в чем разница, почему бы, например, просто не посмотреть на записи. вот те и эти, почему-то для меня вот эти записи, они все время остаются живые, потому что я непосредственно был контакт, живой контакт. И после этого, да, они действительно живы. Даже как квантовая физика. Если наблюдатель обратил внимание на события, оно материализуется, так же, как писали коммунизм и партизм, которые, если идея обладевает массами, она становится материальным. То есть здесь получаешь энергию какую-то совершенно разную, то есть вот получение, когда идет онлайн, во много раз, потому что ты внимательнее себя ведешь, и действительно это сопричастность, энергия сопричастности. Вот здесь, мне кажется, очень интересно послушать, кто у нас участвует в передаче, как они, то, что самое. Да, ребят, а что, вот, как вот у вас с обучением онлайн, когда вы в прямом эфире, когда в записи? Я, у меня только один опыт есть, если кто-то может поделиться опытом, было бы круто, там, может поднять руку, добавим сразу. У меня просто, я вот вспомнила, я единственный опыт имела, я прям купила курс в записи, я изначально знала, что это будет поток роликов просто, которые мне нужно будет отсмотреть. Это был какой-то кулинарный курс, я открыла один ролик, и с тех пор я ничего не приготовила, ничего не сделала, и ни разу и удалила. Я поняла, что я не способна по этому курсу, и с тех пор я себе сказала, что я больше, а вот онлайн я обучаться могу, то есть у меня есть несколько очень офигенских примеров, когда я реально, мне даже кажется, я лучше обучилась онлайн, потому что мне очень тщательно, детально было время вот это все разжевывать, повторять еще раз разжевывать, нежели когда в живую даже эфир. есть эмоции, эмоции, здесь вот мне, например, когда занимаюсь онлайн, я у преподавателя вижу в этот момент эмоции, а когда я смотрю все в записи, я почему-то на них совершенно не обращаю внимания. вот есть какая-то, вот как Сон сказал, ментальная энергия, которая передается непосредственно, потому что ты разговариваешь с человеком, неважно, вот смотрите, сейчас мир очень сильно изменился, и ты можешь не видеть ни разу человека вживую, но если ты общаешься через видеосвязь, даже в достаточно положительное время, ты считаешь его давно своим другом, и он так же не посчитает. А чего там вот фейсбук-лента вся как родная уже, я смотрю и думаю, господи, да я же всех знаю, и более того, знаю всякие истории и все прочее. Ну потому что она живая, эта лента, вот, то же самое и почему Клоккауст взорвался, почему он взорвался, потому что здесь, вот сейчас, вот сейчас, да, вот сейчас мы все тут, да. Можно же, можно же там написать, там еще что-то, а вот сейчас, вот сейчас, можно услышать человека, которого ты, который для тебя является кумиром, который к тебе интересен, что ты преподает. Вы представляете, как физики слушали бы лекции Ричарда Феймина, не в записи, которые он, как сказать, не оставил после себя, а именно вот в таком эфире, какой был бы бешеный успех. Сонка, у меня сейчас вот Копат, Копатыч во мне скинулся, честно говоря, я правильно услышала, что если я смотрю, допустим, запись какого-то эфира или соревнования или еще чего-то, мне еще нужно в эту запись довложиться своими, чем-то таким внутри меня, чтобы ее как-то себе оживить и воспринять. Или нет? Здесь происходит следующее. Если, конечно, человек уже там в теме, именно в этих энергиях живет, то любое большое событие, оно оставляет, если говорить современным языком, есть некая такая ноосфера, такое большое-большое облако, куда все записывается. Записывается эмоция, записывается ментал, вообще все записывается. Если у человека сильная с чем-то связь, то он может с этой связью как-то работать. Поэтому некоторые люди через какое-то время уже такой сонастройки и имеют связь, в особенности, если человек, например, смотрит какую-то свою любимую команду. Конечно, если он посмотрел эту команду вживую, побывал на игре, установил эту эмоциональную связь, то потом, когда он пересматривает игру, которую он по каким-то причинам не смог посмотреть вживую, пересматривает, то он может настроиться на этот канал связи и связаться с той эмоциональной энергией, которая этому сопутствует. Но при этом, когда мы участвуем эмоционально в каком-то событии, все равно мы выделяем из себя какие-то эмоции. То есть мы излучаем эти энергии. И когда, например, мы излучаем энергию и идет живое событие, то эти излучения происходят очень легко и естественно. Если же человек смотрит уже в записи, то они уже не так легко и естественно происходят. То есть человек, в принципе, да, он тратит свою личную уже энергию, чтобы это событие имело, ну, в смысле, на него такой же эффект произвело, как это было в момент самого действия. И единственное, что, может быть, вот, где, может быть, меньше энергии на это требуется, это когда происходит такая синхронизация через, ну, телевизионную трансляцию, например, да. То есть, если, например, где действительно 50 или 100 миллионов смотрят «Ирония судьбы с легким паром», то за счет вот этого огромной массы энергии, которая включена в это, вы все равно это ощутите и можете в нем плыть, в ней это плыть. Но если вы смотрите самостоятельно, да, в этот фильм, то вам приходится свою энергию тратить, и вы не получите столько уже, да. То есть, например, если у вас есть только ведро воды, вы в нем не искупаетесь, вы не расслабитесь в ней. Но если, например, там 10 тысяч человек по ведру принесло, вылило в бассейн, и уже можно в нем плавать. У вас будет другое совершенно ощущение, правда? Не как от ведра, а будет ощущение именно вот какого-то водоема, пространства. И точно так же и здесь, когда все вместе уже создают это одновременно за счет трансляции, тогда это другой эффект. А в большинстве случаев, да, когда мы переслушиваем, если только мы уже не в теме, то это достаточно энергозатратно. То есть, каждый раз место живого... Например, кто-то ведет, вот у нас сейчас происходит мероприятие, и в идеале, допустим, 100 человек это смотрят. Во-первых, допустим, инструктор, мастер, он уже имеет связь, живую связь с энергиями прошлых мастеров, да, с каким-то полем знания, и он как бы эту дверь открывает, и тут еще и 100 человек добавляет это внимание, включается. И, конечно, если ты в этом поле находишься, насколько легче все воспринимать, правда? Если человек смотрит теперь в записи, во-первых, уже нет мастера, который открывает дверь, и нет линии преемственности энергии прошлых мастеров, например, и нет резонанса 100 человек, которые в этот момент смотрят. Конечно же, совсем другое дело, да, то есть это уже сверхусилие нужно, это надо действительно такой интерес, и быть очень упертым, чтобы уже на основании записей, ну, скажем так, человеку нужно иметь уже сильную волю и сильно простроенный ментал, чтобы он мог себя направлять, там, держать в узде, через намерение куда-то выходить. А когда происходит, скажем, в реальном времени, то, во-первых, в том пространстве, в котором происходит передача знаний, у мастера гораздо больше энергии. Он, это наподобие того, что вы, как бы, окунаетесь в океан, там, ну, относительно не ограничено, но очень много энергии, на самом деле, которая ничего не стоит, ну, скажем, каких-то усилий этому человеку, да, который передает это, потому что есть просто связь с этим уровнем знаний, с этим уровнем вибрации. И когда человек уже смотрит потом, то ему нужно карабкаться и докарабкиваться, и додумывать, и догадываться, и так далее, и поэтому, конечно же, большая-большая разница. Но это все равно, что, например, как сказать, разве вы можете наесться, вот вы можете посмотреть, например, по телевизору, да, как кто-то будет с аппетитом что-то есть, красиво там резать, жевать, проглатывать, вы же от этого не наедитесь, правда? Но, с другой стороны, да, с другой стороны, есть, например, такой фильм диснеевский, по-моему, «Маленькая принцесса», называется, или что-то такое, где вот она вместе с подружкой, там, ну, они голодные, говорят, вот представляем, что стол яствами ломится, и мы все это едим. Да, вот они при помощи эмоциональной энергии запускают определенные физические процессы и тоже могут насытиться, да, вот эти, ну, в какой-то степени. Но если мы сами попытаемся теперь, достаточно ли вам будет смотреть, что кто-то купается, чтобы отдохнуть в море, наверное, недостаточно, правда? Но вы можете себе это представить, что-то получить, но разница будет колоссальной. И точно так же вы можете смотреть, как кто-то там пьет хорошее вино, прям рассказывает о нем хорошо, ну, как сейчас, на много всяких передач телевизионных, и да, какой-то резонанс возникает, но он возникает, прежде всего, когда много людей смотрит это, или уже человек-селебрити, например, да, используется эффект. Но по большому счету, сколько вы не будете смотреть, как другой человек есть, вы от этого сытым не станете. И здесь тот же самый эффект. То есть, когда вы смотрите вживую, вы действительно можете насыщаться этой энергией, наполняться этой энергией, а если нет, то только остается информационный срез, да, то есть, с которым надо работать. Да, мне кажется, все-таки, вот, опять, Криньич, извините, пожалуйста. Мне кажется, все-таки, что онлайн будет умирать. Мы рассуждаем с вами, как люди старых школ, которые смотрели телевизор, которые помнят, что не было еще ничего и так далее и тому подобное. Мне кажется, что вот этот онлайн, он сейчас будет уходить, 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 потому что многие, например, молодые ребята, они не хотят, чтобы они в лучшем пуще пообщаются один на один. И даже когда с преподавателем ты общаешься один на один, ты не столько учишь материал и усваиваешь материал, сколько все-таки считываешь его эмоции, эмоции, он твои эмоции считывает. То есть, совсем иной учебный процесс. А когда ты с холодной головой сидишь там и слушаешь запись, ты можешь остановить, записать, что-то там подумать, и так далее. Тем более, что человек может с задачей 15-20 минут, это максимальное количество. Потом требуется отдых, особенно если материал очень сложный и так далее. Вот я считаю, что как раз онлайн именно своими эмоциями он сейчас будет терять связь все меньше и меньше. именно он останется только вот когда на малый круг общения. Потому что когда возникает, например, несколько десятков человек и так далее, и так далее, и так далее, вот следующее поколение, которое идет за нами, оно будет это все убирать и смотреть с удовольствием в запись. Я думаю, что здесь надо учитывать вот две вещи. Первое, я думаю, что действительно по мере продвижения нашей цивилизации ментальное тело людей будет совершенствоваться и развиваться. Если ментальное тело и сознание и все вот это уже достаточно развитое, то человек может обучаться без наличия живого учителя. Ему достаточно ментального знания, которое будет ему достаточным. И, конечно же, в будущем, я думаю, что я когда смотрел вот эти звездные пути, у них есть такой холодек, вот в звездолете, где человек заходит, там кассету закладывает, и у него виртуальная реальность, только она становится физически уже, ну, ощутимой. И они могут любые ситуации простраивать, на любом уровне сложности и таким образом обучаться, например. Я думаю, что за этим будучи, потому что сейчас, если раньше, например, вот в Корее, чтобы человек получил образование, ему требовалось много лет. Например, в 42 года это как все равно, что закончить институт. То есть это 20-25 лет обучения, потому что надо было выучить все иероглифы. И если все иероглифы выучил, значит, ты обладел полным объемом знаний, который на тот момент существовал. Но сегодня такое уже невозможно. То есть если вы даже будете по своей теме читать всю свою жизнь, вы не дочитаете до конца, вы что-то все равно упустите. Поэтому, скорее всего, образование будет двигаться по траектории, чтобы люди научились мыслить, научились строить доводы, выстраивать системы иерархии в своей голове и знать в более общих чертах, универсальном виде, все интересующие дисциплины. А когда человеку будет необходим какой-то конкретный навык, он будет обучаться как раз за счет уже приготовленного, хорошо сформированного, отработанного урока, в котором все это будет грамотно разложено, с ритмикой, с правильными порциями информации, с правильными разработанными заданиями и так далее. То есть в этом смысле, да, я согласен, что, скорее всего, это будет происходить. Но когда мы говорим теперь о другой стороне, более эзотерически, то есть передача знания, не информации. Есть знание, есть информация. Это немножко разные вещи. Потому что информация – это уже некое отчужденное знание, это как бы материализация. А знание, оно больше работает уже сознанием. То есть состояние сознания его ментально не вскроешь и не передашь. Нужно все равно живое. Поэтому, например, если речь идет о передаче каких-то уже более душевных, духовных знаний, то их ментально не объяснишь. Нужна все равно прямая, живая связь. Вот если человек, например, вот даже я знаю тех, кто люди, кто со мной занимался когда-то, 20 лет назад, 30 лет назад, и они уже позанимавшись со мной, им гораздо легче, например, изучать что-то новое, потому что у них есть связь со мной. Или, например, человек прошел со мной курс лично, там, ну, онлайн, скажем, да, или так плюс-минус, ему гораздо легче, органичнее и целостнее он может подойти к информации, ну, как бы продолжить самостоятельно. Если он этого не сделал, я вот, например, вот мне человек обратился там из Америки и говорит, я хочу изучать вашу систему боевых искусств. Пришлите мне видеоматериалы, я ему прислал, он их выучил и потом он мне прислал видео себя исполняющего эти формы, ну, которые я ему дал, там, 6 ката ему дал. Я когда посмотрел, я схватился за голову, потому что он живого места не оставил в этих катах, понимаете, хотя он лично меня знал, но он не получал от меня их, и поэтому это была полная переделка, интерпретация под себя, то есть он живого места просто не оставил в том, что, собственно говоря, я надеялся, он получил. А для него это было, поскольку он ментальный человек, да не вопрос, я посмотрю, куда там рука-нога движется, все это выучу, и он очень с большой такой радостью и гордостью прислал мне видео, дескать, глядите, какой я там способный, вы меня не учили, я по видео все это выучил, но я даже перестал с ним общаться после этого, потому что я понял, какая пропасть лежит между тем, что я вижу в этом, да, вот в своих собственных практиках, и в том, что другой человек может увидеть, если он не получит прямого живого, скажем, общения и прямой живой передачи знаний. Должен быть хотя бы хоть какой-то, ну, минимальный контакт, что ли, необходимый достаточно, потому что без этого вы можете дать человеку любые знания в виде информации, и он все равно это интерполирует, да, то есть интерполирует для себя под свой уровень сознания, под свой уровень менталитета, ну, вообще под себя, скажем, он его сразу узит, уменьшит, хотя будет казаться, что да, он все и здесь, знаете, есть еще такой момент, есть разные уровни сознания, и вот для какого-то определенного уровня сознания, может быть, это сработает, но как только речь пойдет о чем-то существенно превосходящем тонкость сознания, если сравнить учителя и ученика, то если не будет живого общения, этого утончения не произойдет, либо ученик должен сам пройти очень долгий путь в течение многих воплощений, да, либо он все-таки получает такой ускоряющий пинок под зад, ну, или в другой, не ускоряющий, скорее растворяющие в невежество поле, которое происходит именно благодаря тому, что он находится в живой связи, в прямом общении с тем, кто является носительным знанием, то есть есть как бы, то есть я, Александр, я, в общем-то, о чем сейчас говорю, я полностью с вами согласен, но вижу, что такой подход будет в то же время не совсем полным, потому что он имеет свои ограничения, то есть да, будет развиваться в эту сторону оффлайн, то есть будут просто, знаете, вот массивы информации, какую мне информацию надо, такую я и распакую, но я распакую ее все равно на своем уровне развития сознания, никакого другого я просто не пойму, да, но на своем уровне развития сознания я могу расширяться сколько угодно, и абсолютно необходимо, чтобы любое, как бы, существенное, скажем, повышение тонкости сознания происходило через живой контакт, не иначе, ну вот, иначе не сработает. А живой контакт имеется в виду, вот именно онлайн является живым контактом? Ну, скажем так, если в этот момент, скажем, человек, обладающий знанием, имеет намерение и, как бы, передает, вот я просто на примере своего учителя верю, что он стал давать какие-то учения через веб-касты, потому что, значит, для меня это было, значит, как это, подтверждение того, что это возможно. Я раньше считал, что это невозможно, но учитель стал это делать, и я, в общем-то, ощутил, опять же, да, я вот иногда он там в какой-то стране, где я мог подключиться к веб-касту, а иногда в какой-то стране, где я не мог подключиться к веб-касту. И, конечно же, разница очень большая. Когда ты находишься в моменте, ты можешь быть сонным, тебе может что-то отвлекать, но все равно ты находишься в моменте, и ты делаешь все возможное, во-первых, чтобы быть в моменте, а во-вторых, ты все равно находишься в этом просто вот каком-то в потоках энергии, в потоках сознания мастера. А когда я смотрю его в записи, то я нахожусь уже в совсем других потоках. Я нахожусь в своих собственных потоках, или же я нахожусь в потоках мастера только благодаря тому, что у меня очень хороший личный контакт с мастером, и поэтому мы можем в тонком плане где-то продолжать наше общение. То есть, не, я как бы плохой пример, потому что контакт, скажем, с мастером у меня, скажем так, сильный, и не зависит ни от места, ни расстояния, даже ни от физического существования. И поэтому, но все равно даже при этом я могу сказать, что когда я действительно слушал, у меня было полное впечатление, вот это вот единение состояния. И когда, например, я был в физическом контакте, да, вот рядом, или вот учение слушал, я просто физически ощущал, как во мне эволюция просто ускоряется. У меня было такое впечатление, что вот каждый раз, когда я вижу учителя, пусть даже мое там сознание где-то не догоняет, не все понимает, но мои энергии просто вот начинали вращаться там с какой-то тысячекратной, может даже больше скоростью в нужную сторону просто, да, то есть он сразу меня поляризовал в нужную сторону, выстраивал, и я уже понимаю это, я этому не сопротивлялся еще, да, то есть я как бы наоборот настраивался еще больше, и таким образом какие-то вот процессы происходили и происходят даже до сих пор, последствия этих вещей происходят. Поэтому, конечно же, пока была возможность, я изо всех сил, то есть я фактически все свои ресурсы направлял на то, чтобы ездить на ретриты, видеть учителя, быть с ним рядом, не потому что я хотел просто прицепиться к его там энергии, да, но в то же время я понимал вот важность вот этого взаимодействия, вот этого поля, и, ну, конечно же, если мое намерение в этот момент правильное, я достаточно открыт, и есть какая-то конкретная связь, то, конечно, процессы, которые начинают происходить в тебе, они просто неописуемы, они просто, ну, то есть сами-то учения на уровне смыслов, я уже выучил, я сам могу учение, там, у меня были моменты, когда меня просили что-то объяснить, я вдруг начинал говорить, я мог говорить целый день, вот любую тему возьми, там, которую я получал во время учения, я могу говорить очень долго, много, подробно, в деталях, да, то есть много. А может быть здесь все-таки еще вот такой момент, вот смотрите, писатель пишет книгу, и сначала все должны узнать его, и потом он едет уже, когда роман становится популярным, он едет в дом книги, и с ним там люди встречаются, то же самое онлайн с любым преподавателем или популярным все-таки человеком, онлайн или общение все-таки наиболее ценное, видимо, все-таки можно разделить, люди идут на онлайн, когда знают, на что они идут, потому что сначала люди должны прочитать и посмотреть в записи, и когда они уже что-то усвоили, тогда они идут на онлайн, может быть, в этот аспект здесь играют, потому что, когда ты, например, многие вещи освоил, вот как вы приводили пример, там, человек, который вам прислал, здесь очень важно двигаться постепенно и иметь обратную связь, почему нужен онлайн? Я в онлайн могу задать пошагово вам вопросы и сказать, вот это я правильно делаю или нет, возможно, это нужно только для каких-то знаний, которые требуют еще и физических моментов, потому что, например, люди, очень многие общаются, сейчас вот телемедицина вводится, она тоже вводится онлайн, потому что в записях ничего не получится. Может быть, вот здесь этот аспект, как вы считаете? Если говорить о телемедицине, то речь идет о том, чтобы мы могли какие-то объективные данные получать и анализировать, да, то есть здесь речь не идет, мы можем действовать в рамках физического плана, и тогда физические технологии достаточны. Я же говорил о том, что физические технологии недостаточны, когда мы говорим о более тонких материях, которые физическая материя просто, ну, физический план просто не передает никак, если у человека нет с этим связи, и если нет собственной готовности эмоциональной или там ментальной, то ничего не получится. Но если говорить о книгах, например, то человек, написавший книгу, он оставил ментальный след в ментальном, условно говоря, мире, и когда мы соприкасаемся с этим следом, мы тоже входим в этот ментальный мир, вот в это пространство, мы начинаем с ним как-то взаимодействовать. И, конечно же, если человек написал существенную книгу и оставил серьезный след, то, конечно же, это может нас тоже стимулировать, развивать. Я же не говорю, что это не может быть. Конечно, человек, когда читает книги, он развивается, у него воображение включается, у него эмоции отзываются, у него ментал включается, чтобы там построить все эти взаимосвязи, да, но они все равно являются ограниченными с точки зрения более тонких каких-то вещей. То есть, таким образом, например, если человек может хорошо размышлять, рассуждать, но у него не пробудется, например, интуиция, у него не пробудется видение более тонких планов. А если человек, если есть передача такого уровня знаний, то они обязательно пробуждаются. То есть, есть большие возможности в ментальном подходе к обучению, но есть просто свои ограничения. Но сейчас мы, скорее, мы же говорим, в чем сила прямых эфиров. Я подчеркиваю именно энергетическую сторону, что идет живой процесс здесь и сейчас. В нем есть конкретная энергия говорящего и слушающих. А говорящий еще, может быть, говорит о том, что связано с другими говорящими, да, то есть какими-то пластами знаний. Причем эти пласты знаний, они же не мертвые, они живые. То есть, как бы, говорит множество голосов в этот момент. И поэтому, если человек, ну, скажем так, большинство людей и так уже об этом догадываются и по возможности участвуют все-таки в прямых эфирах. Но если такой возможности нет по каким-то причинам, то, конечно же, нет никаких проблем, можно продолжить делать это и оффлайн, например. Но при первой же возможности, то есть человек, который знает разницу, он при первой же возможности все-таки постарается, чтобы это было именно в прямом эфире. Вот о чем речь. Ну, я соглашусь. У меня такой вопрос. Вот смотрите, значение учителя за последнее, там, как это вот все менялось, если посмотреть учителей древности, там, да, Платон, Аристотель, они, во-первых, говорили устно, учили там, стоя в портике пестром. И они учили вообще жизни, это были мужчины, они учили жизни и принципам жизни, там, и все прочее. А потом потихонечку значение личности вот учителя снижалось, потом уже стали, это были еще мужчины, это были еще очень уважаемые люди, там, вспомним, 19-й век, да, там, до начала 20-го. А сейчас уже такой учитель сведен, и тут появляются в 20-м столетии, наверное, появляются женщины-учителя, и это становится такой, из высокой кулинарии, как бы, вот, ну, ежедневной готовкой, да, и, а сегодня мы вообще видим, что любой там ребенок, он быстрее любую информацию, то есть, если 150 лет назад знать таблицу Менделеева, это было сравнить чудом, и ты великий учитель, то сейчас, в общем-то, любой ребенок быстрее загуглит любую информацию, и получит, вот, в чем тогда роль сегодняшнего учителя, в чем она может быть? Вот в том, что Сонко, вы говорите, как раз подсоединение, открыть эту дверь, нет? Если ребенок даже получит информацию на гугле, она не становится знанием, она остается информацией, информацией, позволяющей манипулировать материей. Но, произойдет ли то же самое на уровне сознания? Почему мы сейчас люди купаются в море всяких книг, роликов, там, например, о том, что такое отношение, в чем проблемы отношений, как из них выходить, как решать, и, тем не менее, отношения становятся все хуже, и разводов все больше, потому что возникает иллюзия знания, информация – это не знание, это еще не, ну, как бы, ни одно и то же, и все равно человек по-настоящему учится на живых примерах и в живой энергии, то есть, это человека учит больше всего. Все остальное зависит от того, насколько он уже был развит там в прошлых воплощениях, и, может быть, он срезонирует и раскроет заново себе что-то, да, но о каких-то принципиальных движениях, чтобы они происходили, действительно что-то новое возникало, оно очень сильно будет зависеть и от его уровня развития, и от того, с кем он будет учиться. Я знаю, например, в боевых искусствах немало я встречал способных, одареннейших людей, которые никуда не пришли, потому что у них были неправильные учителя, неправильные методы. Все, с чего они добились, они добились проблем, скажем так, психических, физических, и ничего с этим не сделали. И в то же время, если кому-то повезло действительно быть с каким-то мастером всерьез, да, вот, то продукт получается совершенно другой, плод получается совершенно другой. Это точно, это точно, ходить нужно, да, ходить нужно на тренера спортом заниматься, даже не на вид спорта, а на тренера. Ну и в школе ведь так же, в школе точно так же, любимый предмет, любимый учитель. Да, да, повезло с учителем, все, и ты стал великим химиком или великим физиком. Слушайте, ребят, ну, короче говоря, я правильно так, если, обобщая, подводя итог, то лучше всего глаза в глаза в реальной жизни, за неимением этого онлайн, живой эфир, и за неимением этого тогда уже записи и все такое вот в электронном виде, пока так обстоит дело. Так я услышала. Да, по эффективности, пожалуй, так и будет. Но дело вот здесь еще бывает в чем, я знаю, что некоторые люди, вот исходя из своего опыта, да, когда они, например, в прямом контакте находятся, иногда для них слишком много энергии, то есть их просто рубит, ну, они начинают засыпать или они начинают впадать в какую-то эйфорию или еще что-нибудь, им нужно после этого обязательно самостоятельно поработать, да, то есть сочетание, наверное, работает еще лучше, потому что потом мы можем в своем собственном режиме, ритме что-то пересмотреть, подумать, но просто, чтобы мы не слишком увлекались и понимали, что если это будет только оффлайн, да, то есть мы будем все равно ковыряться в собственной, как говорится, ну… Да, и поэтому нужно расширяться, а когда расширяешься, все равно выходишь из зоны комфорта, все равно выходишь за пределы себя, то есть поле, то есть, скажем, наличие конкретного человека, знающего, который что-то может дать, это поле, а потом начинается путь, да, то есть путь уже надо проходить самому, но поле, оно очень как бы является важным, раздвигающим фактором просто. Замечательно. Я подозревала, но теперь как бы я понимаю все это, вот, все подноготные вот этого процесса, особенно для меня было важно, это оказывается, что же так мне тяжело смотрится, я прям мнением и мутором все эти курсы и записи на жестком диске висят, а я понимаю, что у меня просто нет сил туда закачать какую-то энергию, в них вкачать, чтобы потом от них что-то получить, вот я, мне это было вообще ужасно интересно. В момент, когда эти видеокурсы создавались, в этот момент преподаватель, он своей энергией создает вот это движение, и надо быть вот в этом потоке, в этот момент, а потом этого движения нет, есть только иллюзии этого движения, то есть приходится этот поток создавать самому, а это большая разница. Большой привет от меня складчикам и всем вот этим ресурсам, поэтому это как-то очень здорово хеджирует тот огромный интеллектуальный труд, который очень многие люди сейчас выкладывают и работают над своими курсами, выкладывают, у них это воруют, потом за копейки продают на складчине, это все, короче говоря, я подозревала, но теперь я знаю почему, у них коня корм вся эта штука, все-таки надо, надо идти в момент, надо присоединяться, на складчиках выигрывает только тот, кто эту складчину идет, пишет, но ее там карма иногда ломается чуть-чуть. Ну, там дело, да, там же возникают еще какие-то процессы, потому что когда человек, скажем так, у нас принято считать, что все-таки, когда человек ворует материальное что-то, машину там угнал, он что-то, то он вроде как своровал, да? А если он украл, например, эмоцию или украл какую-то идею, то вроде как и не своровал, да? То есть если это не запатентовано, там не охраняется и так далее. И поэтому некоторые люди как бы занимаются распространением каких-то знаний, якобы творя добро, хотя при этом не имеет к этому никакого отношения, кроме того, что как бы немножко капитализируют на чьей-то работе. То есть теперь получается, что это он. Я помню, как я, меня привез, есть такой монастырь Сан-Гальгана в Италии, и там есть, там был святой Сан-Гальгана, который, собственно говоря, прообраз короля Артура. Ну вот он, по-моему, это был X-XI век, крестовые походы, и потом что-то на него снисходит, и он говорит, все, больше не убиваю. А он рыцарь, да, который дал обеты, соответственно. И ему говорят, как это не убиваешь? Неверных надо убивать, и вообще нужно служить своему господину, да? Ты же вассал, ты не можешь не убивать, ты не можешь отказаться быть рыцарем. Он сказал, нет, не убиваю, и он настолько как бы вошел в состояние, что сказал, что, ну как сказать, что я отказываюсь убивать, и он погрузил свой меч в такой, в скалу, ну в камень. Я видел этот меч в этой скале. И потом к нему пришли его друзья, где-то человек сто рыцарей со свитой, чтобы его наказать, что нет, ты не понимаешь. Ну как на это, как с мафии, да, переспал, все, теперь ты никуда не денешься. Ну и там тоже, как бы, получается, своя мафия. Они говорят, нет, ты не понимаешь, ты не можешь отказаться от своих обетов, да, ты не можешь не убивать, ты не можешь не подчиняться. И вот они пришли целые к нему отрядом, но у него была такая духовная уже сила, что они развернулись и ушли. Там интересное место. Так вот, там был рядом построен потом целый такой католический церковь, собор, у которой нет крыши. Это интересный тоже такой большой-большой собор. Ну потому что крыши делали свинца, и во время одной из войн крышу разобрали на пули. А потом так и не восстановили. Я к чему сейчас вспомнил. Я приезжаю туда, меня привозит, в общем, туда один мой знакомый новый, который там... И мне это место, конечно, там чувствуется энергетик. Ну понятно, непростое место, да, такое святое место, туда люди приезжают. Но я почему просто вспомнил потом, этот человек, который меня привез туда, он потом все время это подчеркивал, что-то я тебе его открыл. Что-то я тебе, ну, это место показал, да. То есть, вроде как дело уже не в Сангальгане, а в этом человеке, что благодаря ему я соприкоснулся с этими энергиями и что-то там понял. Сангальгана вообще ни при чем. Это он открыл мне это место, и благодаря ему я эти энергии для себя открыл. Вот в чем дело. И поэтому некоторые люди ведут себя примерно так же, что теперь уже это благодаря им и получил какие-то знания, вроде как это он передал знания. То есть, ну, здесь, да, карма, конечно, еще та, и когда человек в особенности пытается распространять какое-то благо, здоровье или просветление, а сам при этом, ну, скажем так, ворует, то, конечно, на этом далеко не уйдет. Более того, он как бы строит достаточно плохую карму и для тех, кто принимает эти дары. Это все очень такое дело, щекотливое, я бы сказал. Ну, если, ребята, есть у кого-то вопросы или что-то поделиться, пожалуйста, а если нет, наверное, уже мы можем закругляться. Спасибо огромное, что зашли на огонек. Да, спасибо. Спасибо, что были с нами. А что-то, подожди, здесь руку кто-то поднял, кстати. Да, все, отлично. Я просто 1 минуту напишу, вы подправляетесь. Вот Яна, по-моему, подняла руку. Яна, привет, я рада так видеть вас. Добрый вечер. У меня буквально 2 минуты до старта, мне тут сейчас начнут звонить по скайпу. Я просто хотела поприветствовать Сонга и вас. Всех очень большое. Спасибо большое. Хочу поблагодарить Сонга за все. Я сейчас слушаю его курс, но я ему вкратце написала. Я, конечно, очень благодарна. Я, к сожалению, не слышала начала, но вот да, это о том, что есть информация, есть знания. Вот вроде как бы я и знала, и интуитивно что-то чувствовала, но когда я слушала Сонга, я понимала, что он в знании находится, какого-то этой темы, понимает, о чем он говорит. И тогда у меня наступило спокойствие. То есть мой мозг перестал что-либо искать вот по этому вопросу еще, и даже нет никакого желания ни с кем консультироваться по этому поводу еще. То есть, ну, у меня есть вопросы, но они к Сонгу будут позже. И, ну, в общем, не буду занимать эфир, но хочу вам сказать огромное-огромное спасибо за ваш труд. Он очень большой, и, ну, ну, он просто большой. Его вот, он неоценим, даже не померить ничем, потому что, ну, потому что, не знаю, что сказать, это действительно так. И очень благодарю. Спасибо, Яна. Яна, спасибо, потому что очень важно знать, что обратная связь создать, да, то есть что это помогает, что это проясняет. Конечно же, я выкладывался тоже, как мог, и в ближай... Может, не в ближайшее время, через какое-то время будет уже какой-то апгрейд, я думаю. Да, здорово. Я тоже подумала, что, наверное, еще что-нибудь апгрейд. Спасибо. Спасибо, дорогой сынок. Спасибо, Марина, тоже, если она рядом спать. Спасибо вам большое. Да, Марина рядом, конечно. Взаимно говорит. Спасибо. Вот, и Надежда тут поднимает тоже руку. С нами Надежда. Можно, наверное, принять Я не вижу, поэтому это вам нужно сделать. Я уже нажал, и рука уже поднята. Так что, Надежда, если что, видимо, надо что-то принять. Надежде нужно принять. Надежде нужно принять со своей стороны. Зеленая такая будет появляться кнопочка, еще раз можно попробовать. Так что, Надежда, если нажать на зеленую кнопочку, и есть что-то... Вверху экрана, да, тогда добавите спикера, если можете говорить. Но пока, видимо... К сожалению, вот они, прямые эфиры вам. Еще не знаю, ни одного старта, ни одного прямого эфира, где что-нибудь пошло не так. Ну, ничего страшного, мне, думаю, что будет еще возможность. Еще и однократно выйдет, знаете, погулять. Да, да, да. Спасибо, ребята, огромное. Да, всем спасибо. Да, за встречу, спасибо. Очень рада была вас видеть всех. До встречи, Алексей. Хорошего вечерочка. До свидания. До свидания. До свидания. Все, пойдем.